Министр образования и науки России В МГУ встретили первокурсников. Что ждет новичков? Московские школы признаны одними из лучших в мире. В минувший четверг для миллионов школьников и студентов начался новый учебный год. Традиционно 1 сентября в России отмечается День знаний. Общий праздник для школьников, студентов и их родителей. Интересный момент. Начиная с 2007-го ежегодно отмечается рост численности первоклассников. Только в Москве их в этом году более 900 тысяч. Запись в российские школы продолжается до последнего дня лета. Поэтому точная цифра о новых учениках этого года будет известна немногим позже. К учебному году 2016-2017 введены в эксплуатацию 902 новых образовательных организации. В том числе 812 детских садов и 90 общеобразовательных школ. До конца года планируется ввести еще 211 объектов дошкольного образования и 95 школ. Открыла свои двери для детей и новая школа номер 2 в городе Видное Московской области. Торжественную линейку в День знаний посетила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Министр поздравила школьников с началом учебного года и отдельно обратилась к детям, педагогам и родителям, уделив особое внимание самым маленьким ученикам – первоклассникам. Добрый день, уважаемые педагоги, добрый день, дорогие родители, добрый день, первоклассники. И первые слова я хотела бы обратиться с первыми словами именно к вам. Потому что сегодня, 1 сентября 2016 года, наверное, самый счастливый день в вашей жизни. Вы такие красивые, у вас такие красивые букеты. Вы очень волнуетесь, вам очень важно знать, что будет дальше, что будет завтра, что будет в вашей школьной жизни. Не волнуйтесь, потому что вы вступаете в ту самую большую жизнь, и ваш первый шаг состоится здесь и сегодня. И повести по этому удивительному пути вас могут только ваши педагоги. ПИЗА. Крупнейший международный проект по оценке учебных достижений. Реализуется при участии Организации экономического сотрудничества и развития. Россия подключилась к нему в 2000 году. Что сейчас делается в стране для диагностики и улучшения школьного образования, узнала Юлия Соловьева. Школы столицы оказались в десятке мировых лидеров в области среднего образования. Об этом говорят результаты международного исследования грамотности 15-летних учеников в чтении математики и естествознаниях ПИЗА. Оно прошло в мае этого года. Мы в Москве. Сергей Семенович Насоверин. Нам было принято решение при нашей поддержке оценить московские школы по международному исследованию ПИЗА. Я хочу сказать, что это очень смелый шаг был. И мы тоже ждали этих результатов. Участники свыше 40 тысяч 15-летних школьников из 609 школ Москвы. По большей части ученики 9-х классов. Исследование показало, насколько конкурентоспособна российская школа. 300 общеобразовательных учреждений показали очень высокие результаты. Но еще есть над чем поработать. Учатся почти две трети московских школьников. Хотя, согласен с самым, что разрыв, к сожалению, пока есть. И, наверное, это главная наша сегодня задача управления. То есть, дальнейшее подтягивание результатов школы, которые пока не вторые 300, к результатам увеличения вот этой плотности в сторону качества. Стоит отметить, что ПИЗА не единственный проект, в котором участвуют российские школы. Российская Федерация участвует в исследовании ТАЛИС, ИАК, ПИРЛС, ТИНС. Практически во всех международных исследованиях. Вы знаете, что качество, мы об этом неоднократно говорили, по начальной школе, допустим, по результату ПИРЛС у нас достаточно высокое. Огромное значение в экспертизе школьного образования играют и школьные межпредметные олимпиады, результаты которых сегодня учитываются при поступлении в ВУЗ. Олимпиады – это не взращивание там нескольких сотен победителей, а это локомотив движения к качеству всех московских школьников. Потому что, ну, как говорили в советские времена, основой побед нашей олимпиады является массовый спорт. Среди успешных школ страны есть и та, которую члены Рособорнадзора без иронии считают претендентом на звание лучшей в мире. Я считаю, что одна из главных вообще историй успеха любой школы – это история того, как учителя становятся все более готовыми и все более коллективно работающими на почтенном результате. Кстати, всякая победа имеет свои последствия. Каждое из 300 учебных заведений, показавших хорошие результаты, готово завязать партнерские отношения с любой отстающей школой из регионов России. Подобное сотрудничество очень плодотворно. И первые плоды, несомненно, мы увидим в Саксинскоро. Юлия Соловьева, Дмитрий Джинчирадзе, образовательный телеканал «Просвещение». Да, московские школы сейчас одни из лучших в мире. И чтобы не сдавать позиции, продолжают активно совершенствовать свою работу. Столичные власти также делают все возможное. Строят новые детские сады и школы, ремонтируют существующие, укрепляют их материально-техническую базу, в том числе оснащаясь самым современным оборудованием. Список нововведений этого года в сюжете Анастасии Гришиной. Московские школы готовы к новому учебному сезону. Отремонтированные здания, благоустроенная пришкольная территория, противопожарные двери, новейшее оборудование. Администрация московских школ за лето успела сделать многое. Высокие показатели, которые мы показываем, и по результатам государственной администрации, и независимая оценка Московского центра качества образования. Это подтверждают. Школы оснащены всем необходимым оборудованием. Они идут в ногу со временем и используют различные блага информационного общества, электронно-образовательную среду, позволяющую посещать уроки без учебников и отслеживать успеваемость ребенка через интернет. Каждый ученик, каждый учитель может зайти в электронную образовательную среду и по учебнику поработать. Одно из нововведений этого учебного года – силиконовые браслеты «Москвенок», которые заменят пластиковые карты. «Москва представила новые браслеты, силиконовые браслеты, которые интегрированы в систему для охотопитания. Что это такое? Это новый фан-фактор всем известных карточек москвичан. Выпущены они для того, чтобы наши школьники могли меньше их терять». Можно сказать, что школа развивается и растут вместе с детьми. Курчатовский проект, школа новых технологий, медицинский класс в московской школе – далеко не полный перечень проектов, которые реализуются сейчас в столичных общеобразовательных учреждениях. Анастасия Гришина, Леонид Бабков, образовательный телеканал «Просвещение». В минувшую пятницу Татьяна Москалькова, уполномоченной по правам человека в России, побывала в новом здании юрфака МГУ, где встретилась со студентами университета. Омбудсмен поделилась с молодыми людьми опытом государственной и правозащитной деятельности и ответила на их вопросы. В ходе мероприятия Татьяна Москалькова поддержала инициативу руководства Международной ассоциации студенческого телевидения по созданию горячей линии правовой поддержки молодых журналистов. Нет важнее ничего, чтобы создать возможность здесь, в России, работать, жить, быть счастливыми, поддерживать всячески горячую линию и готова со своей стороны тоже оказывать помощь. Линия начнет работать в ближайшее время. Эксперты прогнозируют большое количество обращений уже в первые дни ее существования. Первое сентября в Первом русском университете в МГУ встретили первокурсников планами по открытию новых факультетов, космической программой, новыми возможностями международного обмена и курсом на сближение со школьным образованием. Подробности расскажет Александра Панина. Стать студентом МГУ не просто сложно, это практически невыполнимо. Именно поэтому старейший ВУЗ России всегда выпускал настоящих профессионалов. Все просто, поступают лучшие, выпускаются лучшие из лучших. Например, в этом году из более чем 27 тысяч абитуриентов студентами стали лишь 7 тысяч человек. Это здорово. Мештая исполнилась. Это было сложно. Да, но очень сложно. Ощущение, что мы попали... Навысь. Высши некуда. Довольно сложно. Да, скрывать не будем сложно. Что сдавали? Физику. Физический факультет. Самыми популярными факультетами в этом году стали Мехмат, физический факультет и факультет вычислительной математики и кибернетики. Приступает к работе сейчас и Российско-Китайский университет. Это совместный проект с Пекинским технологическим институтом. Около 10 лет развивается космическая программа МГУ. В ее рамках уже запущено несколько исследовательских спутников. Новым студентам нужны новые возможности. Что касается Российско-Китайского университета, мы проделали всю свою работу. Лицензию выдает китайское министерство. Оно пока не выдало. И мы, опережая события, открываем сейчас курсы для русского языка, для подготовки. Процесс пошел. И более того, я думаю, что мы возьмем магистров, опережая события. Также ректор отметил перспективы развития среднего образования в рамках высшего. И рассказал о сотрудничестве с Российским движением школьников. Мне кажется, там много планов. И это получилось. Это получилось. Ну, во всяком случае, там не проблема, а остается задача работать с молодыми учителями. Там, неусловно, воспитание, патриотическое воспитание. И мне кажется, это движение набирает силу и очень авторитетное руководство. Всегда ученый любой считал, что, будучи в школе, надо работать для школы. А потом, очень бы хорошо, если бы выдающиеся выпускники московского университета пришли в школу. И вот так же, как Карачинский, Выгодский, Лаврентий, Кикоин создавали новые школы, работали с ребятами. Это ведь правильно, это ведь вектор на будущее. Поступить ведущей вуз страны можно было по результатам ЕГЭ или же получив льготы, став призером или победителем Олимпиады школьников. Она проходит четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Льгота сохраняется в течение четырех лет. Мы ждем распределения по группам. То есть, Вы первокурсники, да? Сложно было поступать? Очень? Нет. Нам не очень. Вам не очень? Нет. Вы очень умные? Мы олимпиадники. И у Вас какие-то льготы при поступлении? Какие? Да. Веступительный прием. Сразу веступительный. А какие олимпиады? Ломоносов биология. И олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета. У нас было деление по направлениям, и так как много было олимпиадников в этом году, они заняли практически большую часть мест, приблизительно оставалось 16 мест на то направление, которое я хотел. Но я поступил. Мне кажется, нужно вести конкурс какой-нибудь среди олимпиадников, чтобы тоже проверить их знания. Потому что, например, ЕГЭ среди олимпиадников, если посмотреть, то у олимпиадников бывает даже не превышает 200 баллов. И это несправедливо к тем людям, которые целый год трудились, готовились к математике, к русскому. У нас стало большое количество олимпиад не просто Всероссийской олимпиады школьников, а многие перечневые олимпиады. И перечневые олимпиады выиграть, на самом деле, намного проще, чем выиграть Всероссийскую олимпиаду. Я считаю, что должны именно из олимпиад больше всего внимания уделять именно Всероссийской олимпиаде. А перечневых, чтобы они участвовали в общем конкурсе с теми, кто задает ЕГЭ. Потому что многие люди просто не знают о том, что существуют олимпиады, они готовятся в их школе. Может быть, учителя немного некомпетентны, они не рассказывают им про это. И это грустно. Они готовятся к ЕГЭ, и потом, приходя в приемную комиссию, знают, что места заняли некие олимпиадники, про которых они не знают, кто это такие. В течение всего дня знаний в МГУ – концерты и выступления официальных лиц. Новоиспеченных студентов поздравили олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Александра Пацкевича Алла Шишкина, которые недавно закончили университет. Студентам и во время учебы будет чем заняться. С самодеятельностью в МГУ тоже все в порядке. Александра Панина и Леонид Бабков. Образовательный канал «Просвещение». В последний день августа в столице прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы Международного детского центра «Артек» в летний период. В прошлом году лагерь получил лицензию на осуществление образовательной деятельности и уже в 2016-м по результатам всероссийского рейтинга детских лагерей признан лучшим. В чем его преимущество? Чему и как здесь учат детей? Рассказал нашему корреспонденту Алексей Каспаржак, директор МДЦ «Артек». Сетевой образовательный модуль – новая форма обучающих программ, разработанных специалистами МДЦ «Артек». Не только теория, но и творческая практика. Не учеба, но познание. Таким девизом постигают новые воспитанники круглогодичного образовательного лагеря. Это организационно очень непростая задача, потому что в ней участвуют не только учителя, а в ней участвуют все те, кто делает этот процесс ближе к профессиональному. Потому что ребенок вообще интересно рядом. Делают то же, что делают взрослые. Традиционные методы обучения отходят на второй план. Ребенок должен не только увидеть и услышать, но почувствовать, понять, насколько ему близка та или иная дисциплина. Можно изучать пестики-тычинки. Мы их тоже изучаем, но можно это делать в момент, когда ты оправляешь клубы перед своим лагерем. Или когда ты изучаешь парк, которому 200 лет. Встретить профессионалов, которые помогут самоопределиться, принять участие в лидерском проекте, внести в свою портфолио строку, которая может стать решающей при поступлении в ВУЗ. Все это возможно в «Артеке». Именно этим обусловлено такое количество желающих попасть в лагерь. За этот год мы примем, даже думаю, больше, чем 30, где-то к 31 тысяче человек, потому что мы, немножко опережая даже самые оптимистичные планы, строим и вводим объекты в эксплуатацию. Большое внимание в центре уделяется инклюзивному образованию. Здесь есть возможности для каждого, но самое главное, в «Артеке» не делается разграничений. Задача системы – социальное перемешивание. У нас есть специальные, например, дни равных возможностей, когда теннисисты, которые профессионально занимаются теннисом, несмотря на ограничение своих физических возможностей, они, а, демонстрируют другим, как это устроено, они играют с теми, кто не испытывает никаких сложностей, и они предлагают пожить здоровым в их роли. Тот, кто побывал в «Артеке» хотя бы раз, запомнит этот визит на всю жизнь. Это не только природные красоты, море, горы, парковые зоны, но и традиции. У лагеря своя особая культура – духовный микроклимат. Таких условий, такого отношения к детству, как в «Артеке», она не видела нигде. И, собственно говоря, «Артек» – это в этом смысле есть некий стандарт, не только для нашей страны, но и для всех отношений к детству. Вот, поэтому нас признают. Здесь у каждого есть возможность почувствовать вкус успеха. Целостное образовательное пространство формирует в ребенке потребность в знаниях, а главное – веру. То, что самое важное в жизни, он способен сделать сам. Юлия Соловьева, Леонид Бабков. Образовательный телеканал «Просвещение». К новому учебному году преобразился фасад корпуса гуманитарных факультетов Московского педагогического государственного университета. В ходе реконструкции на нем появились шестиметровые портреты знаменитых российских ученых – Владимира Вернацкого и Льва Выгодского. Они видны каждому проезжающему по проспекту Вернацкого в районе станции метро «Юго-Западное». В свое время эти выдающиеся ученые вели педагогическую деятельность во втором МГУ. Именно такое имя носил с 1918 по 1930 годы Московский педагогический государственный университет. Дизайн портретов был выбран в ходе конкурса, проведенного среди студентов художественных факультетов. Из десятков работ отобраны два лучших, наиболее полноотражающие индивидуальность ученых. Еще больше новостей мира образования всегда доступны нашим подписчикам. Присоединяйтесь и будьте в курсе. Всего доброго!